Прокуратура уже не первая инстанция, куда женщины приходят. 128 обманутых человек, большая часть из которых пенсионеры, пытаются добиться справедливости и получить заработанные нелегким трудом деньги. Генеральный директор Лаврентиев Роман Александрович с 1 декабря 2019 года выиграл государственный контракт по комплексной ежедневной уборке зданий, структурных подразделений и прилегающей территории зданий ОМВД. Все сотрудники, которые перешли в штат, все 128 человек, город Рязань и Рязанская область, написали заявление о приеме на работу, но гражданско-правовые договора, то есть он им не выдавал, хотя неоднократно обещал. Работы по уборке территории зданий, согласно законодательству, осуществляют организации, выигравшие тендер. Смена организации происходит раз в несколько месяцев. Работодатель меняется, а функционал и кадровый состав уборщиц остается. Такая схема существует много лет, но с декабря начались проблемы. Когда сотрудниц приняли на работу, в очередную организацию жил фонд. Когда сотрудники перешли в наш штат, у них была очень сильно урезана заработная плата. Он обосновал это тем, что он директор, сам назначает заработную плату, если кого-то что-то не устраивает, может увольняться. Но с горем пополам люди остались. Заработную плату за декабрь месяц он выплатил в полном объеме в срок 16 и 17 января. Заработную плату за январь он выплатил лишь 28 и 29 февраля, а заработную плату за февраль месяц люди не получили до сих пор. Некоторые сотрудницы получили вместо заработанной суммы лишь часть, другие не получили зарплату за прошедшие месяцы совсем. Работаю я 25 лет, а до декабря прошедшего года было все в порядке. А с декабря, конечно, зарплату урезали на 2000, еще подработка есть, тоже урезали. А за февраль ни грамма не прислала. Такая ситуация, можно сказать, первый раз. Были там задержки, но нам всегда выплачивали. А это вообще не идет на контакт, телефон и не берет. Если присылает деньги, то, например, если у человека 5000 зарплаты, он 1200 дал, ну это где такое видано? Среди обманутых в зарплате женщин есть совсем преклонного возраста. В Кадаме обманутой жилфондом оказалась пенсионерка 94 лет. Сотрудницы звонят своему работодателю Роману Лаврентьеву, но безуспешно. Сначала он брал телефон и пояснял, что никому ничего не должен, а теперь просто не поднимает трубку. Нет, он не берет. Женщины уже обратились в трудовую инспекцию, написали коллективное заявление в прокуратуру. 18 марта 2020 года в прокуратуру советского района города Рязани поступило коллективное обращение работников ООО ТСЖ жилфонд по факту нарушения трудовых прав. Указанное обращение прокуратуры района принято к рассмотрению. В срочи необходимости прокуратуры района будут приняты меры прокурорского реагирования. Между тем выяснилось, что директор организации уже был замечен в мошенничестве. 5 марта наша телекомпания рассказала об аферах управляющей компании, где фигурирует та же самая фамилия. Между тем 128 человек продолжают добиваться правды и честно заработанных денег, а мы будем следить за развитием этой истории. Марина Комиссарова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».